всем привет с вами алиска на берегу об всем гонках и землетрясениях начинаем обзор солнца как обычно включаем наш кинотеатр и смотрим что происходило за последние часы на нашем светиле ну вроде бы все тихо все спокойно вот здесь вот небольшая была вспышка вот видно здесь до между четырьмя и шестью часами но плотность очень маленькая не направлен это все в сторону нашей планеты то есть события можно сказать что тихие ну вот здесь продуберанцы видно светит в районе 7 часов в районе 10 12 ну здесь три-четыре часа и здесь кстати вот вспышка видно что здесь более плотная а плазма выделяется последний кадр да но это венера очень так шикарно смотрится так давайте посмотрим что у нас по приборам практически мало событий в основном это уровень c максимальная за сутки c 6 и 62 вероятности c-класс 99 процентов м-класс 55 и x-класс 5 процентов всего и какие зоны участвуют 23 19 27 30 зона дальше 28 час какая-то с прочерком ну то есть много зон потому что событий практически низкого уровня уровне цель поэтому любая активная зона что-то там какой-то в свой вклад делает так ну вот что интересно у нас 30 зона здесь появилась да смотрит практически в сторону нашей планеты 19 уже отворачивается нас интересует 23 27 зоны ну и самое главное как будет развитие у 29 зоны мне кажется здесь еще могут на выходных зоны появится давайте посмотрим статистику 56 у нас пятен на 10 активных зонах из них только 23 мы видим бета гамма уровня оранжевого то есть бордового уже нет цвета но 29 пока на уровне бета находится пока что все тихо спокойно ну если посмотреть то видно что до активные зоны есть но какой-то такой чрезмерной активности их много их много некоторые конгломерата формирует но чрезмерной активности не проявляет давайте посмотрим что плане дыр она плане дыр у нас тоже все хорошо и их практически не то есть здесь протуберан суд в южном полушарии но не более того давайте дальше теперь посмотрим что у нас с планетами расположения но меркурия очень стремительно к нам несется а так каких-то серьезных изменений нет по геомагнитной установки у нас есть изменения то есть мы видим 4 плюс уровня достигла активность но это соответствие с ожиданиями сегодня может быть буря первого уровня g1 небольшая вот прогноз но видно что прогноз тоже не подкорректировали то есть он на более поздний период на ночь практически с сегодня на завтра но суть по всему там чуть пораньше начинаются события потому что мы уже сейчас видим идем дальше по вулканам у нас 60 вулканов а при норме 40 что интересного можно сказать по вулканам корымский на камчатке там выброс пепла до 6100 метров над уровнем море происходил также сообщается об извержении бека но не пишем скорее всего там три с половиной километра высота пепла как обычно затем это вот здесь вот затем мы и бокал махере там выброс пепла на три километра состав семеру в восточной яви в индонезии на 4600 метров марапи в западной суматре на 3700 метров над уровнем моря так с антигуита в гватемале там выброс на 4 километра над уровнем море сангай в эквадоре на 6400 и левентадор в эквадоре 4600 но субанкая сегодня нет информации пока что сангай самый высокая активность 6400 метров так идем дальше давай теперь посмотрим сейсмичность есть у нас изменение 55 крупных землетрясений произошло за последние семь дней при норме 50 то есть стало выше нормы чуть-чуть и за последние сутки мы видим активность это северная чили 48 на поле 106 километров от семерка состоялась здесь даже американская служба пишет что 72 на глубине 28 километров и ставят предупреждение о цунами но я думаю что цунами там мало вероятно на самом деле при такой глубине тут все-таки средняя глубина поэтому посмотрим конечно но просто там не было контакты магма с водой никак так никольский 4 9 на 33 километра затем япония 4 9 на 33 километра южнее 48 на поле 43 километра и 48 на голове 10 километров это вулканические острова дальше у нас 5 и 2 папуа нового глинея 22 километра глубина вануату 48 на глубине 98 километров вот совсем свеженькая острова кирмандек на это 50 на глубине 10 километров и вчера кирмандек произвели шестерку на глубине 32 и 3 километра а также вот азербайджан 4 8 на глубине 10 километров тоже а практически крупное землетрясение сгенерировал а давайте почитаем статистику что у нас одна семерка 1 шестерка за последние сутки 1 пятерка 41 четверок 105 троечек 220 двоечек общий уровень активности признан как очень высокий но и если перевести в атомные бомбы то это соответствует 62 с половиной атомных бомб то есть колоссальное количество энергии конечно же она выделялась вот здесь вот в районе перу в районе арекипе там крупнейший город наиболее близкие арекипе находится так вот такие вот события по миру такая статистика но теперь давайте посмотрим локальные что американская служба здесь пишем здесь на аляске тоже смотри 49 на глубине 30 километра плюс еще более мелкие но тоже чувствительные 38 на 160 километров здесь 26 31 километр уже у полуострова 32 на глубине 50 километров практически у фьорда здесь 33 и 124 километра смотрите канада здесь приграничный якутат 43 на глубине 10 километров да ну и видно доходит как обычно до центральной части аляски так южнее здесь на юго-востоке гавайев есть активность затем вашингтон здесь 2 и 2 на глубине 39 километров калифорния традиционно наполнена землетрясениями плюс здесь что-то взорвали на высоте 800 метров прилегающий невада в штате юты есть так вот это рядом с юл стоун здесь в монтане 1 и 3 на глубине 6 и 6 километров юг нью-мексика штат 2 и 6 на глубине 5 километров запад техас оклахома а ну порто-рико типичная активность на юге острова так говорим все в проекции кила вы ну что давайте теперь посмотрим европейскую службу идем дальше в европе не так уж и много землетрясения вот видно в районе португалии мадейра здесь 2 и 3 на глубине 5 километров у гибралтара есть с двух сторон север испания вот алжир 36 на уровне моря произошел восточная франция на границе со швейцарией здесь активность да затем заходит сюда до балкана 2 и 6 на глубине 3 километра активность это хорватия славения есть активность да там север италии в албании 2 и 7 10 километров от румынии зона в раньше 2 и 7 на глубине 134 километра затем юг греции 2 и 82 километра крит 3 0 7 километров здесь еще двоечки есть в турции 32 17 километров анималате но так основном двойки вот это в районе семерки и вот такое землетрясение у нас рядом с каспийским морем 48 на глубине 13 километров да тут недалеко иран очень бы здесь такой тоже горный цепь проходит и практически рядом с каспийским морем ну что давайте почитаем немножко комментарии shpv6 пишет приветствую добра и здоровья каждый день смотрю тебя спасибо большое очень приятно так завгут пишет всем добра вам тоже благодарю вас 28 прогноз поменяется пишет мз 6 но не знаю объясните почему связи с чем поменяется так рус 23 41 пишет дагестане сообщили что глубина не 10 километров а 44 а магнитуда 4 и 3 возможны изменения да это перерасчеты делают поэтому такое бывает так виталий что люк пишет спасибо от рака эффективно использовать грибы в пищу ну тоже такой знаете под вопросом потому что там без устранения коренных причин все это очень сложно и гор пишет а смысл тратить энергии светила на землетрясения без цунами в японии двигается климат подвинуться из сейсмозоны несколько позже нетр имеет долгую задержку да это абсолютно верно недра не быстро стихия воздуха торнадо уже на территории а все больше и сильнее и чаще как и грады аллеи торнадо будет 2 так спасибо перекись водорода пишет алекс благодарю за поддержку и дарите 5 сердечек очень приятно спасибо большое наука конечно же дошла просто нам это никто не собирается рассказывать тоже ясно как белый день что все научные институты исследования условиях капиталистического общества работают на чьи-то интересы и гранты также технологии для широкого использования их не дают может каких-то отдельных богатых странах это не все во времена когда правда становится экстремизмом никто не собирается и уговорить ну понятно почему бежать все равно некуда остановите землю сайду не выйдет предыдущая мощная цивилизация с крутыми технологиями которые мы наблюдаем по всему миру называемые античной тоже не смогла сойти так ну вот интересный да у вас такой взгляд так что спасибо большое так ну дальше вы пишете зачем скручивают данные и в общем то я чуть покороче сделаю что это связано с тайных сообществах но правду наверно мы не узнаем не доведут до нас на потому что сейчас она не популярна так ну ладно спасибо большое давайте посмотрим что у нас дальше происходит в других регионах вот интересно что в центральной и южной азии как-то такая да и сибирь вся громадная зона молчания да ну хоть курил вот отыгрались 48 на углу мне 39 километров выдали вчера северные курилы япония тоже оживила здесь 3560 километров 4932 3590 здесь 3530 еще южнее 4710 вулканических островов 4810 километров реки 49 26 километров а к югу от тайвана 33 25 километров южные филиппины дают 41 10 километров 39 10 километров и 30 30 километров а вот чури регион суматры молчит до суматра андамана вот это мьянма все вот это очень долго молчит 3475 километров 3710 3612 северная папа восточная папа восточная папа это новая британия 5 и 2 ног не 40 километров так в астрале учета не видны и сегодня землетрясения на первый взгляд ладно зато от фиджи вот идут 45 600 километров 45 532 километра 5010 и вот здесь скрутили видите было шестерка стала 5 и 9 на глубине 32 километра 3435 километров проливе 3058 и у южного острова 33 на глубине 10 километров в антарктиде ничего нет но есть центре индийского океана 47 на 10 километров в африке тоже как бы ничего нет так вот в канаде до заслуживают 42 на глубине 10 километров внимание это землетрясение северо-запад мексики традиционно здесь 3510 километров 326 километров затем 4019 километров юг мексики 4013 343 99 километров 44 на глубине 133 километра это веракрус мексики в заливе 41 16 километров 3786 здесь еще средний здесь 3450 километров у никарагуа тоже чувствительное такое землетрясение 43 28 километров и плюс здесь 31 11 километров и двоечки а на карибах тишина исключение там пуэрто-рико на юге ну вот самое основное событие давайте посмотрим как его здесь заценили 7 и 2 на глубине аж 30 километров видите тоже разные вариации а вот давайте посмотрим соответствии вот здесь населенный пункт самый ближайший акаре здесь долины да а здесь какая-то прям оснаете горная система выходит здесь единственная дорога это серпантин и прям смотрите опускается в море то есть вот здесь вот получается прямо на границе суши и море все всегда вот еще чала какая-то населенная тонака и чала да вот населенные пункты и атикипа самый ближайший вот здесь все-таки есть населенный пункт там увеличили до максимума это атикипа но какой-то поселок скорее всего в районе этого серпантина здесь небольшая такая крутая долинка до высота здесь 1300 метров над уровнем моря то есть можете представить такая гора прям 1300 метров похоже на начертаниями на вулкан но с такими разрезанными долинами и все это имеет то есть таких шикарных пляжей песчаных здесь нет здесь крутые склоны суть по всему да ну вот уж бухты есть какие-то вот именно там и произошло землетрясение м7 и 2 мне 30 километров но пока подробности каких-то нет таких серьезных вот автошоке здесь есть 40 пошли уже в океане данного на 38 километров 47 28 километров 47 35 километров то есть примерно такой же средней глубины и автошоке вот ну цунами очень мало вероятно да то есть здесь ладно вот еще один 40 на глубине 20 километров так ну что хочется сказать что одна семерка произошла но я думаю что это не предел на самом деле потому что три месяца практически не было им 7 она как-то будет наверстываться да не обязательно это будет сегодня-завтра но по крайней мере а ближайшее время семерок должно быть чуть-чуть побольше чем обычно 48 на год не 106 километров северная чили ну и дальше двоечки здесь в районе 100 километров так активность в районе севера чили болеве как раз гораздо меньше стало чем обычно да видно что все-таки разгружает когда происходит где-то крупные землетрясения происходит как разгрузка так южнее вот здесь 30 на 45 километров уже ближе как я лариоха 30 131 километр аргентина 30 109 32 102 вот в аргентине тоже сан-хуан 3 4 10 километров у миндоса 35 10 километров вот такие события у нас в чили происходят ну и что еще у нас здесь есть интересного наверно все мы с вами разобрали так напишите в комментариях что вы думаете по поводу это м7 и видите удалось прогнозировать что именно в эти дни произойдет м7 да чисто вот по данным статистическими интуиции вот но пока что вот перу получается вытянула этот билет надеюсь что без серьезных последствий все-таки средняя глубина там оказывает смягчающее влияние ну а с вами был алекс канал берега отлично упражнения